Бхакти Читани Махараш, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Всеслава Шире Прабхупаде. Пожалуйста, примите мои. Всеслава Прабхупаде. Арифишно, так здорово видеть вас. Замечательно видеть вас тоже. У нас необычная картика. И безусловно, одно из самых грустных событий в том, что сотни и сотни преданных не могут приехать на картику в Авриндаун. Из-за этого ужасного положения с COVID-19. И поэтому стратегический комитет планирования GBC создавал и создает и будет создавать больше 100 постов и видеообращений о Авриндауне и о Картике для того, чтобы послужить преданным, которые не смогли приехать на картику. И это будет продолжаться в течение целого месяца. И мы очень-очень удачливы и польщены, на самом деле, что вы запускаете этот проект. И, конечно, я должен рассказать аудитории, почему это так. Это потому, что вы знаменитые. Может быть, вам не понравится, что я говорю это про вас, потому что вы смиренная душа, но вы знаменитые вашим пониманием Авриндауна, тем временем, какое вы провели во Авриндауне, сколько видео и фотографий вы сняли, и сколько вы всего опубликовали о Авриндауне. Это значительные попытки служить таким образом. Но насколько я понимаю, что вы впервые приехали во Авриндауне в 1976 году, потом вернулись обратно в 1979, и с того времени вы каждый год приезжаете во Авриндауне иногда два или три раза. Правда? Да, да, это правда. Это просто глубоко в моем сердце, и не могу остановиться. Да, это спонтанное привлечение к Господу. И, конечно же, Господь не отличен от Шри Бриндауна Дхамы. Я думаю, что большинство нашей аудитории знает вас, но если у нас есть несколько зрителей, которые не знают, кто вы, что вы член GBC, вы служите как инициирующий духовный учитель, конечно же, вы саньяси, вы очень образованный человек. Мне кажется, вы много-много лет работали с образовательным комитетом из КОН, но потом, в особенности, вы прилагаете усилия для того, чтобы узнать и помочь другим узнать о Авриндауне. Поэтому мы благодарны вам очень. Мне кажется, мы готовы начать, потому что вы открываете этот проект команды планирования GBC, чтобы помочь людям приблизиться к Авриндауну в этот карантин по ковиду. Спасибо большое, Гопал Бата Прабу, что даете мне этот шанс. И мы начнем программу, которая продолжится в течение трех дней. Мы будем посещать семь основных храмов Госвами. И да, мы готовы. Сегодня мы отправимся к Мадана Мохану Санатана Гасвами, потом мы отправимся к Раде Гавинди, группе Гасвами. Мы покажем вам фото и расскажем о хороших, красивых играх. И мне кажется, это очень хороший способ начать программу. Да, это здорово. И во второй день завтра мы продолжим. У нас трехдневный семинар. Мы начнем это в 6 утра по Тихоокеанскому времени. Мне кажется, что это в 5 вечера по Москве, потому что в США время поменялось. И в понедельник снова в 6 утра по Тихоокеанскому времени. Это опять же будет в 5 вечера по Москве. И мы хотим пригласить нашу аудиторию, чтобы они знали, что в течение трех дней у нас будет продолжаться эта программа. Итак, давайте начнем, Махараш. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Харе Кришна. Харе Кришна. Итак, преданные. Сначала давайте предложим наши поклонники Шри Прабхупады. И также Панчататаве. Стре Кришна Чейтанья Праманчанананда. Шри Адведи Гададха Шивасри Гора Бхакту Вринда. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. 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 Харе Харе. И всем вам, зрители. И тогда мы начинаем нашу Вриндаванскую Парикраму. Сегодня вечером мы посетим первые два из изначальных храмов Шри Вриндавана Дхамы. Мы посетим храм Мадана Мохана, Санатана Гасвами и храм Радхи Гавинды Шиларупа Гасвами. Итак, давайте отправимся в путь. Итак, вот мы сейчас переместились во Вриндаван. Посмотрите, как здесь красиво и удивительно. Это храм Мадана Мохана. Мадана Мохана – это старый храм Мадана Мохана, изначальный храм Мадана Мохана, из древних времен. И здесь Санатана Гасвами проводил много времени. Это на самом деле была его своего рода штаб-квартира, и он путешествовал по Парикрамам отсюда, и каждый раз возвращался сюда. И он поместил Мадана Мохана на ветку дерева здесь и предлагал то, что называется Бати. Через какое-то время мы расскажем вам, что это такое. Итак, мы здесь видим красивый вид. Он такой потрясающий. И я думаю, что сейчас это время подняться. Давайте поднимемся. Недалеко от дороги Парикрама мы поднимаемся в храм. И вот мы здесь, у храма, на вершине того, что называется Двадыша Адития Тила. Здесь наверху, это своего рода позади основного здания, мы видим небольшое строение. Вы видите, здесь написано Двадыша Адития Тила. Давайте расскажем вам, что же здесь произошло. После Калия Лилы, после того, как змей Калия был побежден, Кришна был очень мокрый и очень замес. Он несколько часов был в кольцах Калии. Его хотели согреть, поэтому он поднялся сюда, на вершину холма, где сейчас находится храм, и он встал здесь. И Сурья, бог солнца, проявил себя в двенадцати формах. Два дыша означает двенадцать, Адития – двенадцать солнц. И они обогревали здесь Кришну очень хорошо. Это все происходило здесь, наверху. Отсюда мы получаем хороший вид. Это старое фото. Я имею в виду, может быть, двадцать лет назад оно было сделано, или даже двадцать пять лет назад. Это фото, которое я сделал с вершины холма. Вот эта дорога, это Парикрамская дорога. На самом деле, раньше здесь текла река, но сейчас времена поменялись. Давайте посмотрим, как это выглядит недавно. Вот здесь вы видите более новую фотографию, как это было. Здесь, на самом деле, протекала Ямуна, и слева от нас вы видите вот эти строения, куполообразные. Это были гаты для омовения. Ступеньки спускаются вниз. Ну, так или иначе. Итак, что же мы сделали сейчас? Мы прошли из заднего пространства перед храмом Марина Махана, повернули налево, и мы находимся непосредственно позади храма, слева мы смотрим. На самом деле, слева мы можем увидеть Парикамскую дорогу, и вы видите, вот здесь перед нами, на самом деле, это колодец. Пожалуйста, не дотракивайтесь до него грязными руками. Итак, этот колодец, вот эта белая коробка сверху со Шри Радха, именами, написанными на Деве Нагре, это то место? Своего рода, это резервуар воды, который берется из колодца. Вы видите там справа ведра. Изначально колодец находится вот всем этим справа от нас. И говорится, что когда Санатана Гасвами жил здесь, то это было возвышение над рекой. И для того, чтобы ему не нужно было каждый раз спускаться к реке, когда ему нужна была вода, Маден Мохан своей флейтой выкопал этот колодец. Поверите вы или нет, но он выкопал этот колодец. И раньше, 20 лет назад, или около того, там было всего лишь ведро, привязанное к веревке, которой можно было выкачать воду из этого колодца. Сейчас тут есть помпа, но так или иначе этот колодец выкопал Маден Мохан для Санатана Гасвами. И вот позади, вы видите это белое строение, где написано «No photos». Так или иначе, пожалуйста, простите, но мы осмелились фотографировать это место. Это на самом деле Баджну Кутир Санатана Гасвами. Это не изначальное строение, но это то место, где он непосредственно жил или останавливался, когда он посещал Вриндаван, город Вриндаван. Потому что он находился на Парикраме большинство времени вместе с Маденом Оханом. И здесь мы видим, посмотрите только, это маленький алтарь внутри Баджан Кутира. Это маленький алтарь с небольшим протибубожеством Мадена Мохана. И если обойти это строение в нескольких метрах дальше, внутри, здесь, вы увидите храмовую комнату, то, что было храмовой комнатой шести Госвами. Перед тем, как все остальные храмы были построены, это была храмовая комната, и здесь проходили киртаны, где собирались все Госвами. Шесть Госвами собирались здесь и проводили киртаны. Вот здесь мы как раз только вышли с другой, с противоположной стороны, и вы можете видеть это строение, которое раньше было алтарной комнатой. И вот сразу, непосредственно слева от нас, по отношению к тому месту, где мы стоим прямо сейчас, слева от нас будет большой купол, основной купол, который мы видели в начале. И там местные Бабаджи, которые поддерживают это место, у него есть свой собственный небольшой алтарь, это вот его личный небольшой алтарь с божествами Гауранитай и в центре Пратибу Божества Мадена Мохана, которому поклонялся Санатана Гасвами. И сейчас отсюда давайте спустимся отсюда. Мы спускаемся с другой стороны. Мы поднялись с противоположной стороны этого большого купола. Алтарь, который только что мы видели, находится между этими двумя девушками, которые спускаются. Вот это вот темное место между ними обозначает алтарь, который мы только что увидели. И мы поднялись с парикромской дороги позади этого купола. И теперь оттуда мы спускаемся и собираемся отправиться к Самадхе Санатана Гасвами. То, откуда мы сейчас, где мы стоим сейчас, если мы повернем налево по отношению к этому большому куполу и обойдем назад, если мы дальше обойдем позади этот большой купол, вы поймете, о чем мы говорим. Итак, мы по пути. Мы по пути спускаемся. И на нашем пути мы встречаем Вриндаванских попугайчиков, одних из попугайчиков Вриндадеви. У нее сто тысяч один лак попугайчиков, которые летают по всей Врадж-Мандали каждый день. И они дают ей отчеты о том, какие игры проводит Радда и Кришна и где они проводят эти игры, чтобы она, Вриндадеви, смогла очень хорошо, удобно устроить лесные мизонсцены для их игр. Итак, так или иначе, теперь мы смустились и обошли храма Адна Мохана. И это, на самом деле, самадхи, это самадхи Санатана Гасвами. Его трансцендентное тело находится здесь, в земле. И с того времени, как мы сделали эту фотографию, они улучшили это место. Они сделали своего рода крышу над этой территорией, покрытой черно-белой плиткой. Тем не менее, это самадхи, а это я, это мы, прилагаем наши поклоны. И здесь вы можете видеть, вот самадхи слева от нас, позади вот этого дерева, которое кажется деревом там мало, а там наверху, конечно же, вы можете видеть старый храм Адна Мохана. И тут еще есть несколько самадхи других преданных. Но здесь... Давайте посмотрим. Давайте войдем внутрь самадхи Санатана Гасвами. Итак, это изначальное самадхи-божество, это традиционное божество самадхи, которое устанавливается для великих ваишнавов. Трансцендентное тело Санатана Гасвами похоронено непосредственно под этим строением. И справа от нас вы можете видеть картину. Там также, конечно же, есть табличка, вы видите табличку между... Тут написано Санатана Гасвами пада, ки, самадхи, на хинди или на санскрите это написано. И в дальнем правом углу это картина, которая описывает, показывает, как Санатана Гасвами кормит Мадана Мохана. Давайте-ка я расскажу вам эту историю, она очень интересна. Итак, Санатана Гасвами, как мы говорили, обычно путешествовал вместе с Мадана Моханом каким-то образом. Они путешествовали, совершая в Раджа-Мандала-Парикраму. И Санатана Гасвами был невероятно отречен. Он практически ничего не ел. И каждый день все, что люди давали ему в качестве пожертвований, он предлагал Мадана Мохану и потом ел это. Но очень часто ему ничего не давали. Или часто ему давали всего лишь немного неприготовленного риса. И когда он останавливался здесь, там, где сейчас находится старый храм Мадана Мохана, он всего лишь замачивал этот неприготовленный рис в водах Ямуны. Он немножко размекал, он не был таким уж хрустящим рисом, который сложно было есть. Итак, это был слегка разбухший рис. Он предлагал его Мадана Мохану. А в другое время, в другое время ему давали немного муки, и он размачивал эту воду, эту муку в водах Ямуны, скатывал ее в шарики и кидал эти шарики, шарики из теста, он кидал их непосредственно в огонь. Они непосредственно в самом огне находились, потом он вытаскивал их оттуда, отколупывал черную корпу, которая образовывалась от поджаривания теста, и внутри он находил небольшой круглый шарик хлеба. Это называется бати. Бати. И тут мы видим картину, где Санат Магасвами предлагает Мадана Мохана шарик бати. И история говорит о том, что однажды, когда Санат Магасвами прямо вот в этом месте, здесь, где находится старый храм Мадана Мохана, однажды все, что он смог добыть, это немного муки, поэтому он сделал бати, поджарил их на открытом огне, и тут он предлагает все, что получилось Мадана Мохану. И Мадана Мохана, как Мадан Мохан как бы посмотрел на них и понял, что это всего лишь вода и мука. Там даже нет соли, и там вообще больше ничего нет. И Мадан Мохан сказал Санат Магасвами, послушай, можно мне хотя бы немного соли с моим бати? И Санат Магасвами, на самом деле, он забрал Мадана Мохана из дома в Матхуре. Этот дом принадлежал брамманической семье, и фамилия была Чоубей, и глава Браман был учеником Адвейта Ачария, потому что Адвейта Ачария, когда он жил во Вриндаване, недалеко от этого храма, может быть, 50-60 метров вперед по дороге, по отношению к старому храму Мадана Мохана. Итак, Адвейта Ачария нашел Мадана Мохана, и он поклонялся Мадану Мохану, пока он жил во Вриндаване, а когда он ушел из Вриндавана, он дал его Чоубею. Это длинная история, мы не будем рассказывать всех деталей, но Санат Магасвами во сне увидел Мадана Мохана, и Мадана Мохан сказал ему, что я вот здесь, в этом доме, я хочу с тобой на Парикраму. Поэтому Санат Магасвами пришел и забрал Мадана Мохана на Ут Чоубея. Вы знаете, в доме Чоубея Мадана Мохан хорошо питался, но сейчас все, что у него было, всего лишь бати и тому подобные вещи. И здесь, на этой картине Мадана Мохан говорит, можно мне хотя бы соли к моим бати? А Санат Магасвами отвечает, я знал, что ты будешь жаловаться, я тебя возвращаю обратно в семью Чоубея. Там у тебя будут хорошие прожаренные саджи с пури, ты будешь очень хорошо там жить. И если ты будешь так жаловаться, то я так и поступлю. И Мадана Мохан сказал, не-не-не, нет-нет-нет, я хочу с тобой, поэтому я буду принимать свои бати без какой-либо соли. И так это произошло здесь. Это более старое божество Самадхи, ему уже много лет. Много лет. Итак, так или иначе, сейчас мы обходим вокруг Самадхи, от здания Самадхи мы повернули налево, потом мы повернули направо, обходя Самадхи, то здание, где находится Самадхи. И здесь, позади, более-менее позади здания Самадхи, и немножечко слева мы видим то, что называется Грандха Самадхи. Грандха Самадхи. Грандха означает Священное Писание. И говорится, что Джива Гасвами, Джива Джива Гасвами, когда он организовал в первый раз, чтобы в книге всех шести Гасвами, которые он хранил после ухода всех Гасвами, когда он отправил их, или, по крайней мере, их копии, отправил в Бенгалию вместе с Шиневасой Ачарей, Наратамом, Дасом Тхакуром и Шеманандой. Это интерес, очень знаменитая история о том, как они отвезли эти книги в Бенгалию из Риндавана. Итак, в то время были некоторые книги Гасвами, которые показались ему слишком эзотеричными для обычных людей, и поэтому эти книги были захоронены здесь. Поэтому это строение называется Грандха Самархи, Самархи Священных Писаний. Очень эзотеричная, очень сокровенная литература, которая была написана в шести Гасвами. Итак, мы обходим вокруг. Мы, на самом деле, совершили полный обход. Слева от нас мы снова видим строение основное, строение Самархи. А здесь мы видим два других Самархи. Слева от нас это Самархи Тапана Мишри, очень близкого спутника Господа Чайтанья. И справа от нас это Самархи Чандра Шахары, еще одного очень близкого спутника Господа Чайтанья Махатрабу. А это небольшие божества Самархи. Вы видели большое божество Самархи Санатна Гасвами, потому что он очень особенный и важен. А здесь, вы знаете, что случилось с нами сейчас? Прямо недалеко, я имею в виду, может быть, в 15 метрах от, по крайней мере, от стены, которая находится недалеко от храма Мадена Мохана, находится новый храм Мадена Мохана. И это новые божества Радхи Мадена Мохана, которые находятся в том храме. Это очень красивый, хороший храм. И там красивые божества за ними очень хорошо смотрят. Это Радха и Мадена Мохана с Лалитой по левую руку от нас и с Вишакой по правую руку от нас. Давайте получим здесь Даршан. Мы делали фотографии в разные дни, ближе. Это Шри Мадена Мохана Кийджай. Шри Мати Радарани Кийджай. А теперь посмотрите на это. Только посмотрите на это. Вы знаете, кто это? Это Говардан Шила Санатана Мегаслами, которой он лично поклонялся. Она хранится здесь, в новом храме Мадена Мохана. Ее хранят местные преданные здесь. Они хорошие преданные, пастовые Гаслами. И если вы хорошо их попросите, если вы хорошо их попросите, они покажут вам. Мне кажется, многие преданные не знают, что эта Говардхана Шила находится здесь, но она тут. А теперь это нечто особенное. Это нечто действительно особенное. Мы очень быстро переместились, очень быстро, в Короли. Короли – это город, находится своего рода на дороге между Вриндаваном и Джейпуром. Я имею в виду, что нужно проехать не то, чтобы полпути, может быть, четверть или треть пути из Вриндавана до Джейпура, а потом повернуть налево и проехать, может быть, еще час или около того. Это хорошая дорога. И вы доедете, да, Короли. И здесь мы видим прямо перед нами. Посмотрите только. Это изначальный Маддана Мохан, 5000-летнее божество. Вы знаете, о чем говорит история? История говорит, что после того, как Господь Кришна оставил этот мир, и все его близкие спутники оставили этот мир, да, все они оставили этот мир, даже Ваджрена оставил этот мир. Он был правнуком. Он был тем, кто установил большинство, по крайней мере мест, где происходили игры. Иногда он там построил небольшие строения или храмы и так далее. Итак, единственное, кто остался в живых, кто видел Кришну, была Утара. Утара была невесткой Арджуны. Посмотрите на это. Это изначальный Маддана Мохан. Это фото, которое мы сделали. С Радхарани и Лалитой и вы должны знать, что невозможно сфотографировать это божество. Это просто невозможно. Но вот вы видите хорошее фото. И тогда Утара была единственная, которая осталась из тех, кто видел Кришну. И они попросили ее, мы хотим сделать божество Кришны. Можешь рассказать нам, как он выглядел? Утара описала, как он выглядел, и сначала они сделали вот это божество Маддана Мохана. А потом они спросили Утару, пожалуйста, посмотри, он похож на Кришну? Она посмотрела на это божество и сказала, он в точности похож на Кришну до талии. До талии он, у него такие же бедра, как у Кришны. Но все остальное вы знаете, ну, немножко приблизительно. Они опять вернулись к скульптору. И через 10 минут или около того мы расскажем вам, что случилось дальше. Но, тем не менее, это Лолита. О, нет, то было Радарани, а вот это Лолита. Да. Итак, вот преданные. Это наше посещение. В первую очередь храма Маддана Мохана, божества Маддана Мохана, для того, чтобы начать нашу Раджа Мандала Парикрому. Этого месяца Картику. А сейчас? Сейчас мы отправимся в Джайпур. И мы посетим изначального Шри-Шри Радха Говинда. Посмотрите на Радха Говинду. Они абсолютно завораживались. И вы знаете, после того, как они сделали Маддана Мохана, и Утара сказала, что он выгодит точности, как Кришна, до талии, они вернулись обратно к скульптору и сделали Говинду. Потом они сделали Говинду и снова позвали Утара. И есть, знаете, разные версии, честно говоря. Есть разные версии. По одной версии, когда Утара увидела это божество Говинды, она сказала, что он выглядит в точности, как Кришна, в душе. У него такая же грудь. У него грудь Кришны. И, конечно, ему поклонялись одному какое-то время, а потом божество Радарани было подарено Матушкой Джановой. Так или иначе, вот мы здесь. Мы в городе Джайпур. Это довольно большой город. И это главный вход, который ведет во владение храма Говиндачи в Джайпуре. Это тот самый храм непосредственно. А здесь мы находимся уже внутри храма. Вы видите желтые ворота, там алтарь. И вы видите, что по стандартам два желтых знака с красными буквами на колоннах. Тот, что слева говорит «Пуруш», означает «мужчины». А тот, что справа от нас говорит «махила», означает «женщины». Итак, давайте еще один даршан получим. Итак, занавесы открыты. они позволяют своего рода людям подойти ближе. В противном случае нужно стоять на некотором отдалении. Вы видите, что здесь люди стоят на отдалении от алтаря. Это середина дня. Я думаю, что это середина дня или, может быть, утро, где-то девятичасовой даршан. Вы видите, сотни людей собрались. Они любят Говинда. В любое время вы можете прийти сюда и получить даршан, особенно во время арати, и толпа будет вот такая же или даже больше. Итак, вот мы здесь снова получаем даршан Брадхи Говинда. Абсолютно поражающие, поразительные божества. А это Говинда во время Мангала Арати в Картику. Мы были там несколько лет назад. И вы видите, он немножечко укутан, потому что прохладно и радарани тоже укутано. Это лотосные стопы Рада Говинда. А это особенное маленькое божество Гаура Говинды. Его зовут Гаура Говинда. Он своего рода комбинация Кришны и Господа Чайтани. Ему поклонялся Кашишвы Рагасвами, один из охранников Господа Чайтани. А это Лолита. А это Вишакха. А теперь мы переместились обратно во Вриндаван, в город Вриндаван. И здесь мы видим старый храм Говинды. У нас не так уж много времени погружаться во все исторические детали, но, как вы можете видеть, здесь в основном мы видим три этажа. Три очень четко просматривающихся этажа. Их было семь. Это был намного больший храм, но верхние четыре этажа были разрушены Аурангзебом. Как или иначе, все равно можно видеть какой-то красивый храм, который был построен непосредственно Рагунатхамдасам Васвами как служение Шриле Рупида Свами, он присутствовал в то время здесь. но он был уже почтенного возраста. Это вид сбоку немного. И сейчас мы отправимся внутрь на Даршин. Итак, мы вошли внутрь и вы видите какой красивый храм. Но, к сожалению, он не очень хорошо поддерживается, но не так уж и плохо. Давайте поднимемся и посмотрим на алтарь, который сейчас находится здесь. Это алтарь тех преданных, которые ухаживают сейчас за этим местом. Своего рода они владеют этим храмом. И эти преданные местные преданные, которые ухаживают за храмом, это их божества, это божество Пратибу, Мадан Мохану, и Габинда в центре, и Гаурани Тай, и Джаганат впереди, и справа от нас, вы видите, завернутый в гирлянду из Туласи. Сверху вот этой мраморной гостки находится особенная Гавардхана Шила. Это божество Гавинды в старом храме. И посмотрите сюда. Разве это не удивительная Гавардхана Шила? Она потрясающая. Невероятная Гавардхана Шила. И очень хорошо здесь поклоняются. И также местные праджайли, они очень хорошие. Они невероятно хорошие. И если вы их хорошо попросите и дадите немного пожертвования, тогда а вот мы видим шалаграмы Шилы, которым они поклоняются. Но если вы их хорошо попросите, они могут проводить вас вот в это здание, это часть храмового здания на самом деле, которая находится позади и слева. И здесь то место, где изначальное пятитысячелетнее божество Йога Майи располагается. И говорят, что здесь, если вы подниметесь по ступенькам, пройдете через дверь, то внутри есть ступени, ведущие вниз, и там, как говорится, Шиларупа Госвами повторял джапу довольно часто. Итак, если вы договоритесь с пуджаре и спросите, можете ли вы увидеть божество Йога Майи, то они проведут вас внутрь, откроют дверь и проведут внутрь. Итак, вот мы отправляемся и посмотрите, это Йога Майя, дочь Мамы Йошоды, та, которую он принес Васудеба. Когда он перенес Кришну с Гакулу и оставил Кришну с Мамой Йошодой, то он обратно принес девочку, ребенка, когда Камса пришел для того, чтобы постараться убить его в тюремной камере, то эта Йога Майя выпрыгнула у него из рук, когда он пытался разбить ее о камень на полу, она выпрыгнула у него из рук, взлетела в небо и стала отчитывать ее его. И вот это пяти тысячелетнее божество той самой Йога Майя. А теперь это наша последняя остановка. Не уходите. Далеко, потому что мы расскажем вам хорошую историю о Рупи и Санатане. О, мы вам расскажем хорошую историю, очень хорошую. Но вот это мы все еще во Вриндаване. Мы находимся позади старого храма Радхи Говинды. Если вы обойдете его, может быть, в 15 метрах или около того, вы найдете новый храм Радхи Говинды. Радхи Говинды. К сожалению, в отличие от нового храма Мадена Мохана, где они, по крайней мере, нам разрешают фотографировать, к сожалению, здесь они не разрешают фотографировать. Но вы знаете, мы в любом случае сделали фотографию, хотя, к сожалению, она и не хорошего качества, простите за это. Но вот это новые протибулы божества Радхи Говинды в новом храме, который находится позади старого храма в городе Вриндаван. Итак, вот преданные. Вот. Это очень важно. Вриндавана Дхама очень важна. Я думаю, вот что я сделаю. Что же мне тут сделать? Сейчас посмотрим. И я думаю, что я вернусь к слайд-шоу на самом деле. Дайте ко мне минутку. Я вернусь обратно. Вот мы вернулись. Мы вернулись обратно к слайд-шоу. И давайте помедитируем у храма Мадена Мохана. Какое-то время этот храм был построен Санатом и Гасвами. Давайте потратим несколько минут. У нас есть еще немного времени. Я не думаю, что у нас есть чем-то лучшим позаниматься. Давайте немного поговорим о Силе Санатане Гасвами и Силе Рупе Гасвами. Конечно же, Санатана Гасвами является старшим из братьев. Его брат Рупа, конечно, и также был младший брат Анупама, который является отцом, с чего-то живой Гасвами, но, к сожалению, он ушел в довольно юном возрасте. К сожалению. Но Санатана Гасвами является старшим. И, несмотря на то, что Силе Рупа Гасвами считается самым важным, он и есть самым значительным, он был лидером Шисти Гасвами. Но Санатана был старшим, и Рупа Гасвами в основном принимал его Санатаном Гасвами как одного из своих духовных учителей. Конечно же, оба они были инициированы самим Господом Читании, но, тем не менее, Рупа Гасвами принимал Санатану одним из своих духовных учителей. И Санатана поклонялся Мадана Мохану, а Рупа поклонялся Говинде. Мадана Мохан – это главествующее божество стадии преданного служения, которое называется Самбандха. Самбандха означает связь. И в особенности это означает, что это та стадия преданного служения, где вы только знакомитесь и соединяетесь с Кришной, начинаете погружаться в процесс, начинаете заниматься практикой, но в рудиментарном смысле. Так просто, чтобы мы понимали, что происходит. посмотрите, это старый храм, вот этот большой купол, это то место, где находится нынешний алтарь, мы видели его. Слева вы видите это возвышение со стеной впереди, это Двадаша-адити-тиба, где проходила игра, когда Кришну обогревали и высушивали 12 солнц, и там находится небольшое странение, которое мы видели на возвышении. Самадхи-санаттный госвами вы можете видеть, вы можете видеть его в середине, непосредственно позади вот этой стены, которая находится перед нами, вы можете видеть крышу с тремя небольшими, не знаю, как их назвать, такими стрелами, устремленными вверх, это санаттный госвами-самадхи. В то время как Рупа-госвами Рупа-госвами поклонялся Говинде. А Говинда это главенствующее божество следующей стадии предного служения, которое называется Абхидея. И Абхидея означает практику, регулярную практику. это погружение всем сердцем в практику предного служения Господу Кришне. И вот Говинда Ну, Маддамохан означает Кришна, который привлекает Копидона. Но если вы начнете погружаться в сознание Кришны, просто понимая и обучаясь тому, что у вас есть отношения с Господом, то тогда Маддамохан будет защищать вас от Купидона. Мы все знаем, что Купидон довольно могущественен. И Купидон не просто главенствует сексуальным желанием, но любым материальным желанием. Поэтому вначале Маддамохан защищает нас от Купидона для того, чтобы мы смогли сосредоточиться на сознании Кришны, а потом он передает нас с Говиндой. Говинда это Господь Чувств, чтобы мы смогли занять наши чувства предным служением. И мы видим, что Санатна Гасвами написал книги, которые своего рода связывают нас, как Брихат Багаватамрита, связывают нас, помогают нам понять, что мы имеем отношения, в то время как Рупа Гасвами написал нектар преданности о том, как же быть преданными. Итак, я хочу потратить несколько минут для того, чтобы прочитать вам историю из Бхакти Рапнакары о Рупи и Санатане. И это очень хорошая история. Пожалуйста, послушайте очень внимательно. Она не займет больше десяти минут, может быть, даже меньше. Итак, я читаю. Итак, автор говорит, пожалуйста, всегда аккуратно общайтесь с преданными. Пускай плохие мысли и чувства не возникают в сердцах преданных по отношению к вам. Если преданный будет плохо думать от вас, это будет очень большое препятствие на вашем пути. Теперь я расскажу вам анекдот для того, чтобы осветить эту истину. Итак, вот история. Однажды во Гриндаване, когда он был погружен в медитацию, Шварупа Госвами почувствовал невероятное блаженство в сердце. Он увидел следующую сцену своей медитации. это то, что он увидел. Он вошел в эту игру на самом деле. Когда сакхи украшали Шри Радху, которая хотела приготовить для Кришны, чтобы он не знал об этом. Господь Кришна встал позади нее и наблюдал за этим. Радхика не знала, что Кришна наблюдает. Кришна проявил свое присутствие сакхи, и это привело их сердца в ликование. Удивительным образом гопи заплели и украсили волосы Радхи, и потом они подали ей зеркало, и когда она взглянула на красоту своего лица, Радха также увидела Шри Кришну его луноподобное лицо в зеркале. Радха очень смутилась, и она быстро закрыла вуалью свое тело. Сакхи счастливо рассмеялись, и Шри Рупа Гасвами также рассмеялся. Он находится в игре как Рупа Манджари, но его тело сидит тут. Его тело сидит здесь, и он находится в трансе. Он осознает то, что происходит во внешней ситуации, и его тело смеется. В игре как Рупа Манджари он смеется. Но его тело, которое сидит в медитации по Вриндаване на этой планете тоже смеется, хотя он и не осознает этого. Итак, в этот момент Вайшнаф пришел Вайшнаф, который очень сильно хотел увидеть Шри Рупу. Видя, что Шри Рупа смеется, хотя Вайшнаф не сказал еще ничего, с грустью в сердце он подошел к Санатаме Рупа Свами. Вы понимаете, дело в том, что здесь это четко не сказано, но суть в том, что он не понимал, почему. Почему Рупа Свами смеется? тело Рупы Госвами смотрело прямо на этого предного. Он смотрел непосредственно на него и внезапно он разразился смехом. Рупа Госвами не знал об этом, потому что он находился внутри, в той игре, где были Рада Кришна и Гопи, но этот пожилой предный не знал об этом, и он подумал, что Рупа Госвами думает, что я сделал что-то глупое и он очень огорчился. Поэтому он пришел повидаться к Санатаме Госвами, чтобы понять, что же я сделал такого, почему Рупа смеется надо мной, как будто бы я какой-то глупец. Итак, он пришел к Санатаме Госвами. Вайшна сказал ему, я отправился повидаться со Шри Рупой, но когда он меня увидел, он разразился смехом, мое сердце исполнилось сожалением, я ничего не сказал, и я не знаю, почему он ведет себя таким образом, я пришел к тебе, чтобы ты разъяснил меня. Шри Санатана тогда объяснил истинную причину смеха Шри Рупы. Услышав это, Вайшнаф стал сожалеть в своем сердце. Вайшнаф сказал, почему же я подошел к нему в этот момент, не понимая его сердце, я совершил оскорбление. Вайшнаф стал очень переживать. Санатана Госвами успокоил его. И в это время Шри Рупа был погружен в игры Господа, но когда Вайшнаф почувствовал себя оскорбленным, блаженство Шри Рупы внезапно исчезло. Обеспокоенный Шри Рупа стал оглядываться в четырех направлениях и в своем сердце он был уверен, что какой-то человек был здесь. Он сказал, он подумал, я не выразил почтение человеку, который пришел сюда, поэтому я совершил оскорбление. Что же мне делать? Думая таким образом, Шри Рупа пришел к Шри Лисанатане Вашвами, туда, где он жил. Увидев, что идет Шри Рупа, тот Вайшнаф подошел к нему и, пав на землю, этот Вайшнаф предложил свое почтение. Шри Рупе он сказал очень смиренно, я совершил оскорбление, о великая душа, пожалуйста, прости меня. Я не понимал, насколько глубоко ты был погружен в медитацию, когда подошел к тебе. Стоя перед Шри Лисанат Рупа Гасвами, этот Вайшнаф молился, пожалуйста, милостиво прости мне мое оскорбление. Если ты будешь милостив ко мне, тогда мое сердце обретет покой. Это я хочу сказать тебе. Услышав эти слова, Шри Рупа очень обеспокоился в сердце. Пав на землю, он предложил почтительные поклоны. Скажи в свои руки, он сказал, «У меня нет власти описать насколько серьезное оскорбление я совершил по отношению к тебе. Пожалуйста, милостиво, прости мне мое оскорбление». Оба преданных были очень смиренны. Оба были исполнены нектаром чистой преданности. Они оба простили друг друга. И тогда они оба обрели покой. Они оба подошли к Шире Санатане Госвами. И долгое время они оба были погружены в нектар рассказов о Господе Кришне. Каждый, кто слышит эту историю, произошедшую со Широй Рупой Госвами, каждый преисполняется удивлением. И потом автор обращается к нам. Он обращается к нам. Он обращается ко всем преданным и говорит «О, мои братья и сестры, о, мои братья и сестры, пожалуйста, будьте очень осторожными в общении с Ващнавами. Отдайте им все свое дыхание для того, чтобы они спростили вам ваше оскорбление. Будьте аккуратными и не нужно видеть недостатки в Ващнавах. Всегда прославляйте Ващнавов. Древние, древние, великие преданные говорили, никто не понимают Ващнавов. Через своих дорогих преданных Господь Шри Кришна Чайтания учит эту истину. Поместите лотосные стопы преданных на ваше голову и постоянно погружайтесь в нектар чистого преданного служения. Хри Кришна Итак, преданные, мы показали вам несколько фото и немного рассказали о Мадана Мохане, о Говинде, о Санатане Госвами, Руки Госвами, что за удивительный способ начать нашу Раджа Мандалу Парикраму в этот месяц Харе Кришна Шри Ла Прабху Падху Ки Чай Не слышно, не слышно а я был не включен. Спасибо вам большое что за удивительная история, которую вы закончили. Это привнесло мир в мое сердце. я теперь понимаю, что мне нужно быть очень осторожным в общении с преданными. Я очень благодарен вам за эту историю. Спасибо большое. Итак, вы придете к нам завтра. Что мы будем обсуждать завтра? Завтра мы начнем с Радхи Гапинадхи. Хорошо. А потом мы отправимся к Радхи Дамодаре. А потом посмотрим. Вы знаете, у нас еще два вечера и пять храмов. Может быть, завтра мы отправимся в третий храм. Если нет, то в последующий вечер мы увидим, мы посетим еще три храма, но, безусловно, Гапинадхи Дамодара будут завтра. Да, Радхи Дамодара, Дамодара во Вриндауне и также в Джейпуле. Замечательно. Итак, спасибо вам большое. Это замечательный способ начать картику и сейчас на лошаде к Радхи Дамодаре. Харьков.